Пресс-показ нового сезона сладкой жизни, финального сезона. Ждем с минуты на минуту одну из главных ролей Маши Шумакова. Когда позвонили представители канала ТНТ, что Маша хочет в очередной раз летать в Хабаровск, я не смогла отказать, несмотря на плотную-плотную зайтость, потому что в прошлом году очень прекрасно провели у вас два дня с Ромом Маякиным. Я подумала, что устрою себе такой вот интересный отпуск. Уже взяла билеты в Барселону на самом деле, но между Барселоной и Хабаровском в итоге выбрала Хабаровск. Я хочу вас приветствовать и приветствовать вашу Барселону. Спасибо большое, что вы приехали. Это будет третий финальный сезон. Увидим сегодня первую серию. Я буду смотреть вместе с вами ее впервые. Почему ты можешь порекомендовать этот сериал к просмотру? Наверное, потому что этот сериал стал не какой-то такой постановкой. Мне кажется, он очень... Не зря его называют без купюр, потому что там можно увидеть всю подноготную, все отношения. Честно, в некоторых ситуациях узнавал и я себя. Он просто захватывает от первой серии до последней. Ты ждешь этого вечера, ждешь просто, когда ты придешь домой, посмотришь, что он реально интересный. Это достаточно жизненная вещь, очень интересная. И что касается конкретно этого сериала, то мне очень нравится сюжетная линия. Это некие реалии, которые мы видим в нашей жизни, поэтому очень интересно и любопытно наблюдать себя со стороны. Я могу рекомендовать все, что показывает Дальтовая ТНТ, вообще ТНТ каждому телезрителю. Наташа, которая ничего не знает ни о сексе, ни о мужчинах. Наташа, которая ничего не знает прежде всего о своем женском начале. Потому что и для женщин, и для мужчин очень важно понимать свою на половую принадлежность. Это такой важный проводник в этой жизни. В третьем сезоне Наташа, она находит свою истинную женскую суть. Она, может быть, зачастую противоречит морали. Наташа там и изменяет, и обманывает, никого не призывает и делает, но тем не менее она делает много вещей, которые с точки зрения обыденного взгляда могут показаться аморальными. Разумеется, я рекомендую его просмотру. Единственное, необходимо соблюдать возрастной ценз. Это очевидно, что сериал очень необычный с точки зрения откровенности, но при этом он абсолютно не рассчитан, конечно, на ханжевски настроенную публику. Может, мы ходили в этих мышечках там слава? А нам бы быть, быть, быть двоем. А нам бы быть, быть, быть твоем. А нам бы быть, быть, быть твоем. Но не умеем пока мы еще. Быть, быть, быть. Быть, быть, быть. Самое крутое уйти, как бы закончить историю на счастливой ноте. когда всем еще интересно, когда всем еще нравится, когда нам еще всем интересно работать. Сейчас мы выпускаем спектакль, который будет называться «Перемотка» по сюжету «Сладкая жизнь». То есть Наташа и Владик размышляют о отношениях. Будет участвовать у Кири Лишенко, который играл роль Леры. И непременно привезем в Хабаровск тоже спектакль, пока не знаю когда, но он уже есть, осталось только привезти. Вообще пресс-показы подобного рода стали уже доброй традицией. Мы привозили актеров не только этого сериала, но, во-первых, и Маша уже здесь была с Ромой Маякиным. Мы привозили реальных пацанов, привозили девчонок, привозили огромное количество, ну, уже можно сказать, полноценных звезд, которые снимаются в наших сериалах. Поэтому это просто очередное мероприятие, очередной подарок нашим поклонникам, всем друзьям Дель-ТВ, ТНТ в Хабаровске. Я выиграла в социальных сетях ВКонтакте. Каким образом? Репост сделала и выиграла. Большое спасибо, хочется сказать, телеканалу Дель-ТВ, ТНТ, руководителям, всем, кто делает такие превосходные мероприятия. Они не в первый раз, я уверена, не в последний. Смотрите ТНТ, насколько я знаю, в Хабаровске самая высокая доля просмотров канала ТНТ. Даже если в том же духе, мы делаем для вас все это с любовью. Вот прилетаем к вам, чтобы на всех посмотреть и непременно включаете эту волшебную кнопочку в канал ТНТ и чувствуете нашу любовь. Канал ТНТ дарит всегда интересные события, яркие, собирает лучших людей в этом городе и так держать. Продолжение следует...